Друзья мои, я вас приветствую на нашем канале. Рад, что заглянули. Сегодня приготовим фаршированный перец. Изумительный фаршированный перец в восточном стиле. Готовить будем в духовке. Получится очень вкусно. Готовится очень просто, как всегда. Так что не переключаемся. Погнали! Друзья, фарш я взял. Говядина с бараниной. Наверное, мой любимый. Для этих перцев подходит именно, если вы хотите оригинальный вкус, именно такой вот фарш. Смотрите, какая красота. По жирнее я добавил туда баранинки. Попросил, вернее, мясника мне добавить. Отличная такая тема получилась. Ну, а если вы такой фарш, говядину, баранину не кушаете, то берите любой фарш. Куриный, свиной, какой хотите. Но для оригинального вкуса, повторюсь, именно вот такой вот фарш. Перцы, значит, я взял, смотрите, вот такие вот тоненькие. Специальные для фарширования. Почистил, а шляпки оставил. Они нам еще пригодятся. Рис я беру вот такой вот, круглозернистый. И нам сейчас в самом начале нужно залить его горячей водой. Так вот, чтобы только покрыло его. Отлично. Друзья, многие мои подписчики пишут мне, что замачивать рис не нужно, что он там за время сам приготовится. Ну, в этом есть и правда, и неправда. Если вы готовите в соусе, когда у вас полностью перцы или голубцы покрыты соусом, ему будет достаточно влаги. Что нужно рису, чтобы приготовиться? Много влаги, чтобы он набух, впитался. Если влаги будет недостаточно, он и за час, и за два не приготовится. Он будет просто сухой. А если мы готовим в духовке, и там, скажем, до половины соус только, или снизу только соус пропаривай, то рису нужно обязательно дать воды, чтобы он напитал себя воды, тогда он будет готовиться. Поэтому, смотрите, если в соусе готовим полностью, то сухой можем рис добавить. Если готовим в духовке, то лучше замочить. Берем пару вот таких классных летних луковиц и мелко-мелко их нарезаем. И прорезаем еще вдоль, чтобы все миленько получилось. Мелко рубим чесночок, друзья, пару зубков. Вообще, все точные ингредиенты, как всегда, смотрите в описании под видео. Все там для вас будет расписано. Как открыть описание, тоже многие спрашивают. Просто нажмите на название ролика, и оно откроется. Не, чесночок пошел. Теперь отправляем сюда рис, прям вместе с водой. Мясо говядина, оно немножко суховатое, поэтому с водой. Если курица свинина, то можно воду слить. Здесь водички немножко не повредит. И приправляем, друзья. Перечная паста. Паста с красного перца. Делает отличный цвет и вкус фаршу. Пару столовых ложек белого винного уксуса. Даст приятную кислинку. И восточные пряности, конечно же, друзья. Здесь у нас кумин, он же зира. Хлопья чили, черный перчик, куркума и орегано. Ну и, конечно же, солим по вкусу. И обязательно, друзья, много зелени. Восточная кухня не бывает без зелени. Петрушка, кинза, кориандр и зеленый лук. Все это мелко режем. Ах, какие ароматы пошли зелени. Ребятки, представляете, какие перцы будут. Я уже представляю. Вах, вах, вах. Вай, вай, вай. Красота какая. И осталось только размешать эту красоту до однородной массы. Вот такой вот, друзья, потрясающий. Потрясающая начинка у нас будет. Вы не представляете, какие это ароматы. Сказочные, восточные. Все, друзья, начинка готова. Смотрите, какая ляля получилась. Сочная, ароматная. Начиняем перцы. Значит, здесь все просто. Фарш податливый, сочный, поэтому очень просто его туда начинять. Начиняем полный. И ставим на свое место, где он и был. Накрываем крышечкой. Вот так. И в таком темпе делаем все наши перчики. Плотненько. Опа. Красота. Друзья, перцы мы нам фаршировали. Вот такая вот красота, смотрите, получилась. Сейчас делаем соус. Соус вообще очень простой. Значит, нам понадобится горячая вода. Наливаем воду в ковш, в моем случае. Отправляем сюда томатную пасту. Немного соевого для красивого цвета. Приправы паприка, черный перец, орегано. Соли. И оливковое масло. Все хорошо размешиваем. И вот такой вот соус готов. Классно. И выливаем соус в форму. Ну вот и вся работа, друзья мои. Теперь нам только осталось поставить ее в духовку и дождаться, когда она будет готова. Температуру ставим 160 градусов. Небольшая температура, чтобы она потихонечку так томилась, прогревалась, чтобы не сушилась. Полтора-два часа. Да, я понимаю, это долго, но оно того стоит, ребятки, поверьте. Поехали. Ребятки, прошло у нас полтора часа. Я сейчас добавил еще на 180, чтобы перчики сверху подпеклись так хорошо. И давайте пока сделаем соус с йогурта. Отличный соус с чесноком, с петрушечкой будет как раз к этим перчикам. Так, значит, мелко рубим немножко петрушки. Беру теперь греческий йогурт. Жирный, 9%. Натуральный, естественно, без всякого вкуса. Петрушечка с чесноком сюда. Немножко присолить. И все перемешать. Немного хлопья чили. И капельки оливкового масла. Так, для декора. Для красоты. Ну и вкус, конечно. И соус наш готов. Простой, но очень вкусный. Друзья, прошло у нас 2 часа. Полтора часа 160 и полчаса 108. Смотрите, какая ляля получилась. Вай, вай, вай. А какой аромат в доме стоит, вы не представляете. Это просто что-то. Ух, какой там сок. Ух, смотрите. Ай-яй-яй. Сейчас остынут и будем пробовать. Ну что ж. Ну что ребятки, посмотрим какая там красота получилась внутри. Ай-яй-яй-яй. Вот это перчик. Прям-прям-прям. Начинка, друзья, получилась рыхлая, рассыпчатая. Прям вот как надо. Не так, что вот одна котлета. Вот так вот она должна выглядеть. Выглядеть. Ну вы меня знаете, я люблю руками кушать. Не буду изменять своей традиции. Мама дорогая. Это что-то сочнейшее. Приправки. Мой-мой-мой-мой-мой-мой. Сочнейшее, нежнейшее. Потрясающее блюдо, друзья. Нужно срочно звать гостей. Сами мы не справимся. Ну гости будут в восторге. Этот чесночный еще йогурт. М-м-м. Мечта. Таких классных персов я еще не ел. Просто что-то эффектно выглядит. Очень красиво, аппетитно. Класс. Просто класс. Обязательно готовьте. Друзья, блюдо получилось просто потрясающее. Праздничное, красивое. Вам огромное спасибо за ваше внимание. Буду рад комментариям, отзывам. До новых встреч. Пока-пока. С вами ваш Ишкин. Готовим обязательно. И отзывы пишем. Перчик пропекся. Все такое, как нужно. Прямо. Ай-яй-яй.